Ну что же, товарищи, вот и настал восьмой день. Заключительный день нашего чудо-компании. Победа немцев на прошлом ходу внесла маленечко свои коррективы, взяла лицепилку вот эту, которая сейчас смотрю на карте. Дальше они сил, которые у них остались, отступили на более выгодные позиции, там маленечко на их сместились, и сейчас будут ждать атаки советских войск, опять же. Это, к сожалению, все, что у них осталось с прошлого ухода, все то количество людей, которые не поубивало, которые не смогли сберечь, здесь это реализовано. Также у них оставалось два гономака, ну, и вот эта вот шушлайка американская, по-моему, с пулеметом ММ-2, да. Не ошибаюсь я, да, не ошибаюсь. То есть два неполных отделения, саперов и панзер, очень моторизированная пехота, те, что у них осталось, их задача сейчас выстоять, выстоять в этой кубер-атаке, которую устроят там красные, здесь у нас видим такой букирочек, неплохой сделан, да, в совмещенном с здоровником, с которого, в принципе, неплохо обороняться, да, есть такие вот окошечки, которые можно использовать как бойницы. В принципе, неплохое место для укрепления, в смысле, место для обороны. Вот так вот. Мы видим все, что осталось с прошлых боев, с прошлого хода, когда была турбоатака вот с этого направления, с этого поля. Тричетверенька, помните, да, подожгли его, экипаж до конца сидел, в машине не вылазил и сгорел. Вот этот штук, который похоронил за танчика, стрелял сюда, да, Шерман у нас, все правильно, Шерман, и, по-моему, эту тричетверку он, по-моему, еще зажег. Эту машину подбили, вы помните, гранатами закидали, пройдет танками, все было в немцах здесь, экипаж спешился, но в этом кусте командир танка был застрелен. Эти два штюга, их настигло, как вы тоже смотрели, помните, кара, когда танчик 3-4, сидя в засаде, заскочили сзади, закрутили их, ну и зажгли. Нелепо, да, они, конечно, сдали, проиграли, в смысле, ну, отдали эти два штюга, а этот танчик был заминирован и взорван сапером немецким. Он был обездвижен, мы перебили траки, по-моему, или там бегло, он был как стационарное оружие, крутил башню, пытался отстреливаться до конца, но немцы подступили сзади, начали обходить уже, а сапер притрился здесь, в кустах подошел, здесь даже воронка еще осталась, помощь на взрывы, и танк был подорван. Да, здесь все из хода в ход переносится, то есть и по количеству потерь, и по количеству людей, и техники, которая осталась в живая боях, и также, которая была сожжена, все это здесь остается, то есть можно пройтись и посмотреть на места бывалых сражений. Ну что ж, посмотрим, кто будет предстоять остатком немецких войск. Это у нас, конечно же, Красная Армия, сейчас посмотрим, какой у них состав. Мне, значит, сообщили, что это полноценная рота, да, состоящая из двух взводов и одного танка. Танк они заберегли еще, по-моему, в пятом ходу, или в пятом, да, или в шестом, в пятом, по-моему. И три четверка, и вот с помощью тут сбереженного танчика они будут путюжить немецкие, немецкое сопротивление. Пошла колонна из машин, битков набитых пехотой. Видим, что есть в каждом взводу, есть расчет ПТРД с противотанковыми ружьями. Так, это у нас, получается, была, сейчас я посмотрю, это была, да, вот, точно, группировка, а это у нас северная, так скажем, что у нас здесь есть. Да, вот он, этот танчик, который они сберегли, там, по-моему, экипаж-то был выбит, а там-то они починили, он лучше, причем он еще мог воевать. Это Уиллис, на нем едет командующий, командующий советскими войсками, советской красной группировкой, и едут они в сторону, по направлению последнему, по поводу сопротивления немецких войск. Ну, значит, по исходу миссии будет, значит, ситуация такая, то, что если немцы проиграют, значит, советы выполнили, поставили им задачу, да, ставка верховного главы командования, и зачислили, значит, этот район от немецких захватчиков. Если же сейчас красная проиграет немецам, удастся им перестрелять, перестрелять их, ну, соответственно, они не справились с задачей, поэтому на немецкие соединения, да, они создают плацдарм, потом потянутся за свои войска и так далее, значит, новую тяжелую технику, и, значит, что означает, значит, приказ не был выполнен, поэтому красная проиграет, все будет зависеть от исхода этой битвы. Ну, что ж, там слышно рокот, устрашающий рокот красной техники, бронированной танка 33-34. Посмотрим пока на оборону Немеции. Здесь у них банкирочек, припрятанный, запаслись они, ребяточки, гранатками, лентами, пицинками с пулеметными лентами, патронами. Магазины для этого, как он у них там, шмайсера, МП-40, что ли, так называется правильно. Тут у нас товарищ из ВГД в тенечке пока загорает, в смысле загорает, отдыхает пока перед тяжелой битвой. Тоже у них есть окопчик в распоряжении, хорошее впечатление. Сараюшечка, пока никем не обжито, не облюбованная. Так, что у нас тут? Пулеметная секция МДГ-42. Вот это уже, это уже... О, какой был выстрел из танка 34. По-моему, сразу же по-утажах, да. По-первых, расчет пулемета был уничтожен, второй человек, наверное, ранен или повезло ему, выжил. Хорошо, хорошо прилетело. Откуда он жарит? А-а-а, вот он. Танкисты. Танкисты начинают свое грязное дело тюжить начинают любопытных, незащищенных. Не повезло, да, в самом начале битвы, что, прилетело ему прям куда-то в район, в район окопа где-то возле головы взорвалось и человек пулеметно расчет, ну, в смысле, стрелок был поможен на ноль. Засекли они эту пулеметную точку, видимо, видят пулемет и пытаются как-то отработать. А, нет, сейчас бьет бронебойным, по-моему, пытается пробить товарищи Чубаку. Да, по-моему, увидел, что он в дом зашел. Нет, зашел он, лежит в ступенечках. Ну, взялся с разрывными, жахнул, как следует, и товарищ товарищ не выдержал так скажем, такого урона, получил ранение несовместимой жизнью. Ну, а у нас еще остались здесь два хитреца, которые спрятались за другую часть его копов. Сейчас они завладеют своим, завладеют этим пулеметом и будут наказывать любопытную, не страшную красную армию. Подавляют, не дают им высунуться, не дают им ничего сделать. Ага, танк перевел огонь маленечко дальше. В сторону уже вот этого вот коровника. Слышно, да как снаряды летят. Бум, готово. Жаль, что здесь нет осколков, не реализовано, конечно. Я думаю, если поскольку были реализованы и маленечко сплэш бы был помогучей, я думаю, вся эта прикидовка бы давно сидел в 200-м канале и рассказывал друг другу анекдоты. Ну что ж, хорошо танчик пока жахает. Забрал уже двух немцев. а тем временем посмотрим, что здесь происходит. Пехота пока ожидает, пока не идет. тут мы видим и седьмые, тут мы видим СВ, СГ, СГ, СГ. Заняли те укрепления, которые, которые, доходно тут они атаковали, ходно тут они их обороняли. как все из рук в руки переходит. Очень интересно. Пока что-то ожидает, пока они идут. Посмотрим по карте, может кто-то должен подтянуться, еще подойти. Да нет, все силы. Вот это я пропустил. Я план-то не знаю, давайте посмотрим. С юга СФ, господи, сколько их здесь много. Да по-моему, одна вот эта группировка южная, она может просто превратить в кашу весь этот немецкий стан. Командор, наверное, проводит брифинг или что-то освещается, не знаю, от предстоящей атаки. Какие-то деталюшечки выясняют. Вот он расчет ПТРД, да, ПТРД у них. Нет, ну, тут, что, гадалки не ходи, причем, если брать такой момент, что армурские боги на стороне красных, да, во всей этой компании, плюс такое количество людей, и с юга нападает, и с севера. я думаю, что исход бизнеса предрешен. Все-таки верховная ставка главнокомандования подтянула какие-то свои резервы, что ли, людские, я не знаю, или мотивировала как-то там расстрелами, да, красных командиров, что они решили всегда поставить точку и зачистить район от немецких захватчиков, собрали все свои силы, и в конце финала ударят одним большим кулаком с двух сторон, сюда пошел маленький разрезательный отряд, сейчас, видимо, по результатам их передвижения, то есть, если они пройдут без особых приключений, без выздоровов, по зеленочке до какого-то там, до какого-то момента, до какого-нибудь сказали, то за ними наверное подянется вся вот эта остальная пехота красная. В принципе, все правильно, они же лучше потерять четырех, чем потерять всю сторону, потому что этот пулеметчик, там мы убили двух человек, пулеметчик стоит, а мы с вами знаем, что вот эта штука на станке, она может просто тратататататата, и все, нету пехоты, тем более у нее еще и оптика, благодаря оптике она может и по лесам шить неплохо, и на хорошей дистанции, стильность нехорошая, там, ну, в смысле, отдачи никакой нету, есть, что пока опасаться о советской армии, именно в этом направлении, потому что видим, перед ними голое поле, можно было сцены пройти выше, конечно, да, это есть командир стороны, у него есть какой-то заготовка, какой-то план, какие-то ион-ионные заключения, мы в конце проверим, правильно они были или нет, ну, судя по тому, что отправил разведку по лесу, видимо, хочет по зеленочке протащить, значит, весь личный состав свой, так, ну, эти, ребятки, пока выдвинулся, одно чистое отделение, одна взвода выдвинулась, тоже, наверное, будет проходить по зеленке, да, где-то заходить в тыл, второй пока, то есть, третье отделение третьего взвода, еще какое-то там отделение пока ожидает, оу, посмотрим, вот, пожалуйста, были замечены, но работает пока не мгшечка, работает, ну, в смысле, не на станке, а работает такая, обычная, она, в случае тогда, когда, пулеметчик лежит, низко, трава загораживает, ему, он создает дискомфорт, определенный, он его не видит, стреляет на обум, и плюс, отдача там, видите, чтобы он стрелять в траву, ему надо стрелять с колена, или трава, отходить ближе, его замочат сразу, а, когда стреляет с колена, у него, большая отдача, вот поставил на сошке, но стреляет через траву, примерно на тот азимут, вражеской пехоты, если бы этот, если бы регат заработал туда, то я думаю, там бы уже, никого бы не осталось, «Иванова смерть», так ее назовем, молодцы, вы видели, значит, эту разведгруппу, о, есть раненый, раненый есть, ну все, что такое ранен, да если он сам ранен, или перевязывает его, или себя, скорее всего сейчас лечит, потом будет поднимать, смерша, как забавно, Иван под ником смерш, ну ладно, что такое раненое, сейчас затормозить всю группу, пока его вылетишь, пока его чу, пока туда-сюда, еще ладно, будем бегать, после этого смог, ну что ж, пока, в принципе, этот форпост, этот пулемет, на это гнездо, пока сопротивляется, сел за пулеметик, у нас товарищ, подавляет по нему, подавляет, увидели, что сел, стреляет, промазали, попало под обстрел, значит, разведка, так он не смог, товарища, этого вылечить, уж хохотанул бы, в елочку, куда-нибудь его отнес, но нет, какой-то неправильный Иван, значит, Иван, другого Ивана не бросает, в такой беде, так, здесь у нас продолжает, перед четверком, или потихонечку, кошмарить, пристреливается, куда-то, видимо, хочет бить, в сторону, короника, что ли, что ли, ну что, пока никаких энергичных действий, это нету, здесь у нас тоже, товарищ эспират, сидит на М2, но М2 без оптики, но, хороший калибр, тяжелая пуля, большая энергия, поэтому, все кусты будут пробиты, хрен знает, насколько, видимо, весь лес будет прострелен, деревья прошивает, наверное, тоже, поэтому, очень хорошо, пробивать, всю растительность, или сон, тем оружием, если бы только видеть, ну, это отделение, благополучное, которое у нас вперед, уже, произошло, зеленочку, что нам будет перетеклиать дальше, наверняка, где-то в этом районе, их уже заметят, если они будут сюда заворачивать, также будут обстреляны, а, ну вот, их уже заметили, вот М2 прострелит все кусты, складка местности, маленечко, прострелит все кусты, все же положил, посмотрим, зацепит, какой-нибудь нет, проходят тоже без, без, так скажем, без, по Фэншу не удалось пройти, не замечено, здесь у нас, Василий Зайцев, герой одиночком, преодолел все оборону немцев, и зашел вообще, так скажу, в триггер, сейчас, если он где-то здесь, схоронится, он тут может, в принципе, делаться наделать, чтобы еще попасть, самое главное, положит, или четверка завелась, поехал тоже в направлении, а вот, пошел, видимо, штурм, сейчас мы посмотрим, тоже был какой-то, видимо, как раз, какой-то разведчик, прощупал этот путь, тот был, спален, на него отвлеклись, а тут спокойненько прошел, был дороги, и, видимо, по его примеру, решили действовать танк, и расчет ПТРД, тут началась движуха, модули приказ на, общий штурм, да, пехота пошла, по зеленочке, посмотрим, что у нас, что у нас тут творится, да, здесь тоже, оставшееся отделение, второе и третье отделение, третьего взвода, выдвинулся по маршруту, этого отделения, ну да, все логично, в принципе, все нормально, осталось двое, двоих уже уничтожили, вот, начали третьего, остался один, и он, по-моему, нет, он живой, лежит тут за деревом, потихонечко, притаился, посмотрим, опять, этого охотника, заброс, или надо, забросся к ним на вышку, и тут потихонечку, жахает, лишь бы, эффективно было его стрельба, сейчас посмотрим, там, ну, треугольнички, ни один не затихает, не пропадает, бьет, 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 да, короче, снайпер, так себе, честно говоря, ладно, теперь бы на нем, посмотрим, здесь, товарищ, командир, красный, подкрался к этому пулеметному расчету, и сейчас, чувствуем, полетят гранаточки, где-то там пойдет, пинжальный огонь, а вот он в голову, добил второго, пулеметчик, о, еще один, стелк, справа, убил, и закидал еще гранатами, все, вот так действует у нас красная армия, действовала, или действует у нас здесь, на компании, когда один человек, стоит целого отряда, ну, этого снайпера все-таки, вычислили, занял самую удобную позицию, да, не знает, наверное, что эти деревяшки пробиваются, и чтобы он отсюда слинять, или падать, ноги ломать, либо по лестнице 20 минут спускаться, ну, что ж, конец, немецкий конец близок, так скажем, притаился-то он здесь, в лесочке, и потихонечку движется, как хлопы, этот корпус уже уничтожен, сейчас, если, разъеду, если есть возможность разъеду, пулемет, мгшка стреляем, а, он, по-моему, сломали, нет, нет, или да, если здесь была бы возможность его развернуть, то было бы вообще просто прекрасно, южная группировка здесь дала крюка, зашла максимально близко к этому коровнику, обойдя вот этот, южный корпус, ну, заставу, заставу, вступили в бой, немцы тают, тают на глазах, все, давит, давит вам, немцам, в своем локове, и дает ему закрепиться на русской земле, силой, духом и мощью русского оружия, немецкий пулеметчик засел в бункер, и видит Т-34, смотрят к нему, видимо, хочет выбить три пункта, хороший пулеметчик, здесь уже под дымами, через полюс, криком ура, кстати, мы сейчас на прошлой миссии атаковали примерно, почти так же, эффективно, есть убитые, кто-то прошел, кто-то не пошел, забоялся, или они разделились, специально так, будем разделились, да, тут уже и с двух сторон поджимает, значит, немецкую заставу, эту, так называем, назвать ее, что ли, забежал, товарищ Ганнибал, успел, укрытие, и сидит там, надо посмотрим, что у нас здесь, но здесь уже все, да, их со всех сторон просто обстреливают, просто жмут, а здесь очередной, очередной герой, немецкий, сжег, Илью Петренко, и Михаила, и, ну, Кривоносова, в танке, не дали им за это, до конца выполняется, его долг, не струсили, здесь остатки немцев, что-то пытается там броняться, отстреливается, но, все, один готов, попали в брюхо ему, слышал звук гранаты, вот она, прилетела, граната, по-моему, сюда, сейчас этот немчура разлетится на куски, вот вторая граната пролетела, подкинул противотанковый гранат в ответ, нет, смотри, не разлетается, какой он, прям живучий, играет в кошки-мошки, бегает, туда-сюда, ну что, сейчас товарищ СФ Нил, может проиграть, кстати, вот, в этом противостоянии, здесь мы видим все уже, красный, второй взвод, управление роты, зашло в вункера, сейчас, за каждого, хорошего пулеметчика, который стрелял по танку, на, гранату получи, живой, выбегай, смотри, не было ничто, выкурил, выкурил его из вункера, хорошо смотри на это, так, ну, здесь этот все еще живет, ганнибал живет, не дает, не дает русским захватить эту, базу, этот, доставу их, или как это назвать, все, красный, конечно же, просто чили все же внутри, причем, я отмечу, действия, одиночные действия, особых героев, это снайпера, это управление стороной, да, командир стороны, видимо, сказал, да, идите вы все, я пойду сам, наивай, и побежал, защищайте ребят, бездолгов, человек получил пожилое ранение, был убит, подрывался там, мальчик, танки, пехота, огонь, артиллерия, мы наступаем по всем направлениям, да, что-то такого, ну, куда же здесь попали, попали, выбили ему, включить, что я видел, как была, где-то из руки вылетел, все, грох, последнего, сопротивляющегося, ну, да, естественно, поражение такое, такое количество людей, не удержать их уже,